Всем привет! Сейчас полно сезонных овощей. Давайте сделаем баклажанную икру. Для икры мне понадобятся помидоры, чеснок, морковка, сами баклажаны, болгарский перец, лук и подсолнечное масло. Овощи помыли, пусть сохнут, пойдем в дрова рубить. Мне нужен сильный жар под казаном, поэтому дрова буду рубить как можно мельче. Как разжечь казан по-ленивому? Берем из камина дровишки. После каждой готовки я протираю казан насухо, а потом покрываю маслом, и он у меня всегда готов к работе. И начинаем готовить. Первое, что я порезаю, это будут баклажаны. Нам их нужно порезать кубиками в один сантиметр. Казан прогрелся, добавляем обычное подсолнечное масло. Сейчас прогреется масло, и начинаем жарить баклажаны. Примерно вот до такого состояния надо их обжарить. И достаем. Маленький лайфхак. Чтобы икра была красивой, возьмите перец разных цветов. Тогда у вас все овощи заиграют в тарелку, либо на бутерророде. И опять баклажаны. Хочется палентяничить, кинуть все вместе, но приходится обжаривать частями. Баклажаны забрали масло, поэтому я добавлю еще масло. И еще баклажаны остальные. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Баклажаны я обжаривал, а теперь начинаю обжаривать болгарский перец. Тоже порезанный кубиками. Перец нужно слегка обжарить. Еще перчика. И обязательно вот так измельчите большой зубчик чеснока. Сейчас расскажу, что мы с ним будем делать. Я вам покажу масло, в котором мы обжаривались. Кидаем чеснок. Чувствуешь, запах пошел? Прошло 10 секунд, и прямо туда морковку. Кофе чуть-чуть обжарили. И теперь сюда лук. Не жалейте луку это блюдо. Не даст сладость. Лук с морковкой прижарились хорошо. И после этого отправляю туда наши баклажаны с перцем. Все овощи я обжарил по отдельности, потому что мне важно, чтобы каждый кубик имел свой уникальный вкус. Смотрите, какая красивая икра получается. Главное, было очень много овощей, но после того, как мы все обжарили, теперь тушим. Овощи уменьшились в объеме. Прямо чуть-чуть, наверное, литровая баночка получится. В овощи нужно добавить щепотку сахара. Сталую ложку винного уксуса. Хорошо посолить. Можно добавить чуть перчика, но я не буду добавлять. Я так люблю. И оставляем еще на 5 минут томиться. Вот такую баклажанную икру готовила моя бабушка. Всегда давала в большой тарелке, давала нам лепешки. И мы с удовольствием ее ели с дедушкой. Ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно, подписывайтесь. И колокольчик тоже нажимайте. Мне будет приятно. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!